Всем привет! Сегодня приготовим один из моих самых любимых тортов, который я называю вишня двойной шоколад. Он состоит из сочных влажных шоколадных бисквитов, очень вкусного шоколадного крема и кисленького вишневого конфитюра. Очень нравится мне сочетание вишни с шоколадом. И начнем с приготовления шоколадного бисквита. В первую очередь необходимо соединить между собой и просеять в чашу сухие ингредиенты муку, какао, разрыхлитель и соду. Затем к просеянным сухим ингредиентам нужно добавить сахар и при помощи лопатки хорошо перемешать сухую смесь. Затем к сухой смеси необходимо добавить оставшиеся ингредиенты яйца, растительное масло и кефир. Перемешать при помощи лопатки и затем взбить миксером до объединения массы. И когда ингредиенты хорошо объединились между собой, в самом конце вводим крутой кипяток и при помощи миксера еще раз хорошо перемешиваем тесто. Готовое бисквитное тесто сразу же выпекаем. Очень важно, чтобы духовка заранее была разогрета. Температура выпечки 180 градусов, время около 40-45 минут до готовности. Готовый бисквит еще теплым заворачиваем в пищевую пленку, даем ему остыть при комнатной температуре и затем убираем в холодильник минимум часов на 5. Приготовим вишневый конфитюр. И для него нам понадобятся всего 3 ингредиента. Вишня, сахар и кукурузный крахмал. Все ингредиенты необходимо соединить в сотейнике, добавить буквально 3-4 столовых ложки воды, все хорошо перемешать и отправить увариваться на плиту. При постоянном помешивании ягоды необходимо довести до кипения. После кипения необходимо уварить конфитюр буквально пару минут до загустения. После этого он готов. Вот такой консистенции получается конфитюр. Переливаем его в чашу, накрываем пленкой в контакт и оставляем при комнатной температуре либо в холодильнике до полного остывания. Теперь приготовим вкуснейший шоколадный крем, который я очень люблю. В чашу соединяем холодный творожный сыр, холодные жирные сливки жирностью не менее 30%. К ним просеиваем сахарную пудру вместе с какао и затем все это необходимо взбить на низкой скорости миксера до загустения и однородного крема. Когда крем стал плотным и однородным, миксер останавливаем, перемешиваем крем при помощи лопатки и вводим в него заранее растопленный шоколад. Я использовала в равных пропорциях смесь темного и молочного шоколада, но подойдет и какой-то один вид. И перемешиваем крем на низкой скорости миксера. Именно перемешиваем, а не взбиваем. Нужно, чтобы шоколад полностью распределился в креме и крем стал однородным. Как только это произошло, сразу останавливаем миксер и крем готов. Перекладываем крем в кондитерский мешок и все готово для сборки торта. Бисквит отлежался в холодильнике необходимое количество времени. В нем влага равномерно распределилась и теперь его с легкостью можно разделить на необходимое количество коржей. Делим бисквит на три равных части. Вы у меня очень часто спрашиваете, как я делю бисквит на равные коржи, но у меня нет никаких секретов или хитростей. Я не использую никаких приспособлений, струн, разметок. На мой взгляд, это наоборот только мешает. И со своего самого первого бисквита я всегда его делю на коржи вручную на глаз. Мне так намного удобнее. И теперь приступаем к сборке торта. Сборка здесь проходит очень просто. Укладываем первый бисквит, распределяем по нему равномерным слоем крем, делаем бортик из крема, который будет удерживать внутри начинку, выкладываем внутрь вишневый конфитюр, накрываем следующим бисквитом и все повторяем. Субтитры сделал DimaTorzok Остатки крема распределяем по поверхности и по бокам торта. Торт затягиваем сверху ацетатной лентой либо пищевой пленкой. Поверхность торта также накрываем пищевой пленкой и отправляем торт в холодильник на стабилизацию минимум на 6-8 часов. Выравнивала и оформляла торт я шоколадным крем-чизом. Видео по такому декору, а также рецепт крем-чиза есть на моем канале. Ну а вот таким получается торт внутри. Он с ярким шоколадным вкусом и его отлично оттеняет вишня. Обязательно попробуйте этот торт, делитесь со мной впечатлениями, присылайте фотографии. Буду рада обратной связи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok